Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Либер Шквадону поделилась радостной новостью. Она прошла испытательный срок и теперь стала полноценной ведущей Дома-2. И после Нового года она полетит на Сейшелы. Я очень благодарна тем гнилоротом, кто поливал меня грязью, пишет Либер Шквадон. На фоне их оскорблений я выгляжу более чем достойно. Ольга Орлова отметила на острове любви 40-летие. Зрители отмечают, что для своего возраста она выглядит неплохо. Маргарита Овсяникова поругалась со всеми участниками на острове и стала изгоем в коллективе. Ребята считают ее провокатором. Над Овсяниковой провели товарищеский суд и приговорили ее к исправительным работам. На Сейшелах снова драка. Подрались Андрей Штрих и Евгений Жарков. У Жени разбита губа и может быть сломан нос. Иосиф Оганесян и Саша Черно отметили 7 месяцев своих отношений. Они пишут, что чувства только крепнут. Юлия Ефременкова написала о том, что ей очень приятно видеть, как Сергей Кучеров относится к ее маме. «Это дорогого стоит», – пишет она. «Он ей дверку открывал, пальтишко подавал и так переживал, как будто это не пожилой человек, а его ребенок. У Юлии даже поменялось к нему отношение, и она испытывает состояние абсолютного счастья». Стали известны имена сразу трех девушек, которые должны будут отправиться в Америку на шикарную виллу, чтобы строить новые отношения. Выбор организаторов пал на Леру Фрост, Лилею Четрару и Марину Африкантову. В Штаты девушки отправятся как одиночки. Это значит, что их отношения на проекте доживают последние дни. В сети поползли слухи об уходе Ксении Бородиной с поста ведущей. Ей не нравится, что на проекте развелось слишком много ведущих, и она уже давно задумалась о своем собственном шоу. Муж Ксении, Курбан Амаров, недавно интересовался у подписчиков, формат какого шоу мог бы подойти Ксении. Но никаких официальных подтверждений этим слухам пока нет. Татьяна Владимировна Африкантова в прямом эфире выдала новую порцию откровений. Интимная тема ее самая любимая, и на этот раз она рассказала о специальном массажере для влагалища и о трусиках, которые она потеряла на американских горках. Ведь благодаря этому массажеру она в интимном плане до сих пор остается девочкой. Также Африкантова старшая, взяв ковшик, приставала к молодому парню, который появился с ней в эфире. Как вы помните, Ольга Васильевна Габозова недавно переехала в новый коттедж. И, как оказалось, теперь женщина живет через дорогу от кладбища. До ближайшего магазина или аптеки нужно долго идти и обходить кругом это кладбище. Многие удивлены, что женщина умудрилась променять благоустроенную квартиру на Кавказе на это недоразумение у погоста. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.